Телефон должен быть. Так, день сегодня начался весело. Бабушка с переломом. БМВ забрали, ни одной бумаги не дали. Обратились мы в юридическую поддержку. Люди в шоке просто. Говорит, нет ничего. Ни протокола ДТП, ни протокола изъятия автомобиля. То есть, что происходит, люди просто говорят, что полная жесть. Как такое вообще может быть? Сейчас едем на Народного ополчения 9. В центральный офис нашей доблестной новой полиции. И посмотрим, что они нам сейчас расскажут. Где наш автомобиль. Юристы посоветовали, говорит, в случае непредоставления протокола, сразу пишите заявление об угоне автомобиля. Так как... Продолжаем движение в центральном офисе полиции. То есть, юристы сказали, что у вас просто украли машину. То есть, говорит, не дав ни одной бумаги вам, получается, что машину забрали. На каком основании, непонятно. Кто забрал, непонятно. Куда забрал, тоже непонятно. То есть, у вас ее просто, грубо говоря, украли. Мы, пользуясь тем, что мы не знаем немножко законов. И как это все происходит. Каждый день машины на штрафплощадку, скажем, это первый раз у меня забирают. За жизнь, хотя машин было много. То есть, такая вот ситуация. Я еще подумал, что, возможно, они что-то жене отдадут, какую-то бумагу, так как она управляла автомобилем. Как сегодня выяснилось, ей тоже ничего не дали. Она, хотя она с полицейскими, с этими же, которые оформляли, поехала на мета-свидетельствование. То есть, я думал, может, там протокол, там, они допишут, отдадут. Или по дороге на мета-свидетельствование отдадут. Они ничего не отдали. То есть, ну, что еще юристы рассказали? Говорят, ситуации такие, что судьи, когда видят приходящие эти материалы в суд, они когда видят, у них волосы не то что шевелятся, они выпадать начинают от того, что наша доблестная полиция, милиция, назовем ее так, составляет какие материалы и какие подает дела. То есть, вот такая ситуация. Конечно, никто, да. А я хотел там, чтобы на машине зафиксировали, что нет повреждений, что не стерта пыль, что бабушке она не коснулась. Тут люди просто машины забирают. Вообще неизвестно куда, кто и что. Причем, сейчас расскажу в двух словах о впечатлениях моих, как это все происходило. Сейчас, извиняюсь, застегну ремень, чтобы не мешал нам. Значит, приехали сначала красивые полицейские, на красивом новом автомобиле, вежливые, все красиво, все хорошо. Ну, там что-то они там мешали снимать мне чуть-чуть, но это такое. Возможно, они в чем-то правы, это не важно. Ситуация в чем? Потом приезжает, приезжает, приезжает то же самое, что и раньше. Существо или как правильно сказать? А, существо неправильно. Ну, то же самое, то же самое с таким характерными чертами лица, широкими. Фигурой такой в профиль, когда смотришь, вот Штирлиц рисовал информацию к размышлению. И вот там такая фигура характерная, вот он приезжает такое. Потом приезжает еще одно такое же. И они нам начинают рассказывать, что водитель должен, что он должен там чуть ли не с рулеткой оббежать автомобиль, померять вокруг, чтобы никого не было, прибегнуть к помощи каких-то лиц. Вроде мы на фуре там где-то разворачиваемся, выезжаем со двора. То есть такой, какой-то классический свой бред, который они несут и несли долгие годы нам рассказывая, что вы там не там повернули, не там припарковались или еще что-то. То есть приезжают и начинают рассказывать. Когда я спросил вчера, на каком основании машину забирают, ответ был, так решил Сличий. Я говорю, а Сличий это царь и бог? Они ответили мне, да, что-то для вас, или как-то в этой ситуации, или для вас это царь и бог. То есть, ну вот так они и забрали машину. Сейчас, конечно, попробуем выяснить, царь он или бог, или король, конечно. То есть такая вот интересная. То есть мои впечатления, значит, поменялась обложка. Вот то, что ездят раньше, ходили полицейские с дубинками по улице, ППСники. То есть их сейчас нет. Вместо них набрали новых людей. Дали вместо дубинок приусы, баллончики, пистолет. И они ходят, они ездят, они не ходят. Они, да, другие, они культурные. Девушки появились, они вообще, как бы так, более, скажем, сочувственно относятся к людям. Ну, потому что женщина изначально, да, более мягкая. Ну и все. А потом приезжают вот эти существа на корче, которые приехали. Корч какой-то там Судзуки 25-летняя, такая еле едущая, что страшно к ней подходить, чтобы она не развалилась, могут тоже протокол составить, чтобы повредили майно державное. Ну и все. Так вот. Дальше сейчас будем снимать, что у нас получится по поводу, где наша машина. Вот просто, что да, почему нам ничего не дали, и где наш автомобиль. В управление патрульной полицией. Сейчас пойдем посмотрим, что нам расскажут. Снимать будем незаметно, чтобы было легче. То есть, больше на звук рассчитывая. У нас вчера почему забрали, что там не дали документов, когда нам не протоколов, ничего. Куда нам... А у вас вчера кто забрали за... Ну, у нас там было типа ДТП. Ну, у нас тут не практика, может нам машину забрали люди, не дали ни одной бумажки. Вот такая электронная очередь в Кантастика. Наш номер 212. Здравствуйте. Вообще ничего нет. Машину забрали, ничего не дали. Люди на Приусе, в форме, как у вас. В форме, как у вас. Я спокойно, у меня просто громкий голос. Люди на Приусе, в форме, как у вас. Забрали машину. Могу показать видео, как они ее забирают. То есть, машины нет, бумаг никаких нет. То есть, если сейчас мы не найдем, мы сейчас напишем заявление, что машину угнали. Правильно? Документы машины, маслои. Машины, машины. То есть, люди занимаются непонятно чем. Просто интересно. Да, давайте, да. Разберемся? Давайте, да. Посмотрите, где наша машина, почему ее нету и почему нет никаких документов. То есть, кто был за умел? Я. Вы попали в ДТП, правильно? Да. На вас протокол не выписывался. Выписывался. Его никто никому не дал. То есть, у нас или такая... Не спорялось. ДТП, ГЕМО, ДТП. А почему она не дали? Вот мы хотим у вас узнать. Это вы не виновница просто? У вас хотим. Вы виноваты. Как я могу сказать, я виновата или нет? Виноваты только суд может определить, виновата она или нет. Смотрите, приехало 4 машины. Три из них вот нового образца. Один Prius, две Sonata. И одна приехала такая, которая еще ездила, когда еще в Режнев. Я понял. 4 машины с полицией приехало. Кто что там делал? Куда делась наша машина? Мы хотим узнать просто. Посмотрите, пожалуйста, у вас может видно. Я пытаюсь это сделать. Постраждали вы? Вы. Скорая приезжала? Да. Ну, так вашу машину, наверное, забрал. Забрали за консистка мастича. Может, из-за консистки. Где протоколы? Кто ее забрал? Куда забрал? Вот что у меня начинает. Я как бы пытаюсь понять, где искать, что. Почему люди, которые должны дать документы, ничего не дали? То есть непонятно. Если они не знают, как оформлять, то что они там делают вообще? Что они приезжают? Непонятно. Пишите жалобу, пожалуйста. Сейчас напишем. Подождь, давайте разберемся. Мы сначала заявление. У нас машину украли. Полиция украла машину. То есть сначала мы напишем заявление, что ее угнали. Давайте мы машина, пожалуйста. Да, да. Нет, это моя машина. Что, пожалуйста? Я понял. А почему нам не дали никакую бумагу, что у нас забрали автомобиль? Кто его забрал и почему? Не знаете вы, да? Смотрите. Он вообще-то сдается сюда, если ДТП с потерпевым. А нам ничего что-то не дали? То есть у меня забрали мою частную собственность, мне ничего не дали? Или как? Ну вот смотрите. Эвакуатор поехал и исчез. И все. И у меня нет ни машины, ни документа никакого. Аккуратно выдаешь? Да, конечно. Сейчас я вам имею в этом профиле. Просто смотрите. Вам нужно забрать автомобиль и ехать. И что тут вот указано? Крыш, сталь, ааа. Деснянский. Деснянский. Деснянский? Что Деснянский, а то это Деснянский? Деснянский. Деснянский. Так у нас Дарницкий район. И где-то побывал в Дарницком? И мы живем в Дарницком. И мы живем в Дарницком. Там не живете, это не важно. Может это было на границе? Нет, это было чисто вообще не на границе вообще. Я не могу тогда утверждать. Может неправильно нафига ошиблись? Давайте сначала бы уточнить у этого, где его испачкали. на другом краю города вообще это не может быть это неправильно я вам говорю по факту что написано в документе меня на месте мы проверяем автомобиль вы идете до председателя эвакуации на автомобиль на набережной луговой нам сказали к вам все равно надо сюда ехать надо будет конечно вот это мы можем дать это то что должны были они мне дать а где можно узнать где это он не в деснянском то неправильно написали патрульные должны были этот протокол нам вчера отдать то есть чтобы не ездили сегодня не тратили время не стояли в очереди потом мы вообще даже не сказали что мы должны сюда приехать это уже мы проконсультировались с адвакуацией он сказал что у вас нет никаких документов ездите сюда то есть это мне вчера просто нигде не написано что ну что патрульные должны отдавать акту как приходит эвакуация не обязательно есть для нету для мужчины это не обязательно что они должны были вам его отдать но чисто по-человечески что вы сюда ездили и не мотались в атаку то есть это если бы я сказала дайте а я как-то бываю в растерянности то они бы мне оттуда не тоже ясно ладно спасибо спасибо протокол который должны были отдать вчера его отдали сегодня еще звоним специалистам посетили полицию протокол наш на месте которые должны были нам отдать в руки почему-то забыли почему-то забрали машину на штрафплощадку хотя основания особо не было ни повреждений ничего то есть заберем по-видимому потому что я снимал и много задавал вопросов то есть лучше вы должны как лохи молчать желательно вообще спрятаться под машину или не выходить с нее а вас будут обелечивать то есть процедура какая как нам девочка полиции рассказала значит сейчас едете к слить чему он дает резолюцию чтоб за доручение чтобы забрать машину то есть туда вчера он дал доручение чтобы ее изъять сейчас он будет должен дать доручение эти какие функции какой выдающийся человек то есть приехал непонятно кто но но он сличий приехал непонятно кто сказал мы забираем вашу машину не давая ни одной бумаги точнее он эти функции переложил на полицейских то есть они в принципе можно на них написать жалобу что они не должны были дать протокол ничего не дали то есть сказал им забрать сейчас мы едем к нему он скажет отдать то есть не надо ни суда не следствие ничего просто я хочу я хочу забираю хочу отдаю да потом обратно надо ехать 2 20 20 километров по киеву в другую другом направлении в обратном брать разрешение вести доручение сличио следователя то что он разрешил вернуть автомобиль сюда ты едешь там еще какие-то бумаги тебе дают что ты можешь забирать и потом ты едешь еще на третий край города забираешь машину то есть вот такая процедура то есть зачем ее было забирать сейчас лично мы что-то расскажет сличи это следователь то мы на украинский море то есть вот такая ситуация да ничего не поменялось и не скоро изменится в этой в этой чудесной стране то есть люди как были бесправны захотели забрали то есть какое-то непонятно кто приехал у которая там грубо говоря школу года три назад закончила там или школу институт говорит я хочу забрать твою машину ты ходи пешком руслан она постоит просто потому что на ней даже пыль не стерта то есть сбитая бабушка не стерла пыль так ее сбили сильно что пыль грязь на бампере вообще ни одной потертости два пальца моих на крышке багажника когда я утром открывал ее ну и все но еще какая-то потертость которая появилась уже в процессе то есть может он сам ее сделал чтобы машину забрать хотя там потертость тоже довольно такая сомнительная вот так сейчас посмотрим что он нам расскажет